Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стихи 12-16. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. С того времени, как начали бояться их, Петр и прочие апостолы творили больше чудес. Пребывали в притворе Соломоновым. Пребывали апостолы уже не в доме, но в храме. А так как Лука сказал в притворе Соломоновым, то, чтобы ты не удивлялся, каким образом дозволяла эта толпа, он говорит, что никто не смел пристать к ним, а народ иудейский прославлял апостолов. «Выносили больных на улице». При Христе не было того, чтобы больные получали исцеление на улицах и от тени. А если никто не смел пристать к ним, то каким же образом совершается в этом случае исцеление? Это было делом того, кто сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 14, стих 12. Со всех сторон возрастало удивление апостолам. И со стороны уверовавших, и со стороны исцеленных, и со стороны наказанных, и со стороны дерзновения их во время проповеди, и со стороны добродетельной и безукоризненной жизни. Да, это удивление проистекало не только из чудес, но и потому, что самая жизнь и добродетели этих мужей были великие и поистине апостольские. Стихи 17-25. «Первосвященник же, и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали Синедрион, и всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями, но, творив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Что значит «исполнились зависти»? Это значит, что они были возбуждены, взволнованы тем, что говорили. Теперь нападают на апостолов с большим ожесточением. Но не тотчас начинают судить их, думая, что общественная стража сильнее поразит их. Посмотри, пожалуйста, как слагается жизнь апостолов. Сначала печаль по причине вознесения Христова, потом радость по причине сошедствия Святаго Духа, снова печаль от людей, ругавшихся над ними, и снова радость от умножения верующих и от знамения, чудо. Далее опять печаль вследствие заключения Петра и Иоанна, и опять радость вследствие оправдания. Наконец теперь от блеска при явлении ангелов темницы и знамений радость, а от первосвященника и от тех, что сватили их, печаль. Да, их жизнь, можно сказать, такова, какова жизнь всех, живущих по Богу. Ангел Господень ночью отворил двери темницы. Ангел вывел их и на радость им, и на пользу иудеев. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи девятнадцатый, двадцать третий. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасений от иудеев, «Пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили Ей, или, поверивши, пожалели, что не удостоились видеть Его сами. Посему Он в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что Он воскрес, жаждали видеть Его сами, а с другой боялись иудеев, и от того еще более желали увидеть это единственное для них утешение. Является вечером, для того, чтобы имели время собраться все вместе. Является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что Он и воскрес так же, тогда, как на гробе лежал камень. И ну и подивиться, как они не сочли Его за призрак. Но прежде всего жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом Он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав «Мир вам», то есть не смущайтесь. Этим Он напоминает им то слово, которое сказал им пред страданием. «Мир мой даю вам». Обрадовались ученики, увидя Господа. И об этом Он также предсказывал им пред страданием. «Увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше». А так как они имели непримиримую брань с аудеями, то опять говорит им «Мир». Как женщинам сказал «Радуйтесь», смотрим Евангелие от Матфея, потому что они были в печали, так ученикам дает «Мир» по причине брани, которую имели с ними и будут иметь все. И так прилично женщинам радоваться, потому что они осуждены рожать в печали, а мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди. Показывает вместе и благие следствия креста. Это мир. А так как крестом приобретен мир, то я посылаю вас на проповедь Евангелия. В утешение же им и ободрение говорит, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вы примите на себя мое дело, посему бодрствуйте, ибо я буду с вами». Примечай самовластие. Не сказал «Я умолю Отца моего, и Он пошлет вас», но «Я посылаю вас». Дует и дает им Святаго Духа. Теперь Он уделяет им несовершенный дар Святаго Духа, ибо таковы Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святаго» – то же, что будьте готовы принять Духа. Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творить силы, но прощать грехи, посему и прибавил, кому простите грехи, тому простятся, показывая, что Он дал им этот именно вид духовных дарований – прощения грехов. По вознесении же Его сам Дух не шел, и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование. Стоит узнать, для чего Он является учеником не в Галилее, а в Иерусалиме, ибо Матфей и Марк говорят, что Он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же Он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают, что ж такого? Он ведь не сказал, что Я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать и то, что ведь Он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к двенадцати. Итак, нет здесь никакого разногласия. Ибо в Галилее Он явился всем, а в Иерусалиме – двенадцати. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие – другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но, что у одного сказано сокращенно, то восполняет другой. Примечай, пожалуйста, достоинство священников. Оно божественно, ибо отпущать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога. Хотя бы они были недостойны, что от этого? Они служители божественных дарований, и благодать действует через них, как проглаголило «Некогда через ослицу Валаама». Смотрим числа, главу двадцать вторую, стихи двадцать восьмой, тридцатый. И так, недостоинство наше не препятствует благодати. И так, как через священников подается благодать, то должны их почитать. Стихи двадцать четвертый, двадцать девятый. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим». «Но верующим!» Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный невидевшие и уверовавшие». Фома не был с учениками. Вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния. Что значит замечание, называемый «близнец»? Это значение имени Фома. Ибо как «кифа» значит камень, так и «фома» значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав от самого рождения, как показывает самое имя его. Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным, почему и обвиняется в неразумном любопытстве, ибо как скоро верить легкомысленно, так сильно упорствовать, дико и грубо. Смотри, он не сказал «я не верю глазам», но присовокупил «если не вложу руки моей». Но откуда он знал, что была рана в Баку? Слышал это от учеников. Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя восемь дней? Для того, чтобы он, вынимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время. Господь, желая показать, что он был с ними и тогда, когда Фома выказывал пред соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала он говорит с упреком «подай руку твою», но потом вразумляет «не будь неверующим, но верующим». Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия, и посему напрасно некоторые в защиту Фомы говорят, что он не скоро поверил по своей основательности, ибо вот Господь называет его неверным. «И смотри, как тот, кто сначала не верил, а от прикосновения к ребру сделал с отличным богословом, ибо он проповедал два естества и одно лицо во едином Христе. Сказав, Господь исповедал человеческое естество, ибо Господь употребляется и об людях, например, Господин, если ты вынес его». Смотрим настоящее Евангелие, главу 20, стих 15. «А сказав, Бог мой, исповедал божеское существо, и таким образом исповедал одного и того же Господом и Богом». Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит, «блаженны невидевшие и уверовавшие». Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако шуверовали, и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказал это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших, ибо многие говорят «блаженны очи, видевшие Господа». Он утешает таковых, говоря, что «боле и блаженство в том, чтобы не видеть и веровать». Каким образом тело нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукою человеческое? Все это было делом снисхождения, ибо тело, вошедшее через запертые двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости. А чтобы уверить в воскресении, Господь показывает его таким, и для того воскрес, имея знаки креста и раны. Так же, если он и ел, ел не по нужде для тела, но для удостоверения в воскресении, посему, как прежде распятия, ходя по волнам, он имел тело не иной природы, так и ныне показывает оно и осязаемым и имеющим раны. Однако ж, хотя оно и осязаемо и видимо, но нетленно, ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и изменяется, чего у Христа после воскресения не было. Но вкушаемое и принимаемое только для удостоверения в воскресении было потребляемо некоторой невидимой и божественной силой. Заметьте то, как для одного человека Фомы Господь не отказался снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого. Стихи 30-31 Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. О каких знамениях говорит здесь евангелист? Уже ли о тех, которые Господь совершал до Своих страданий? Нет, но о тех, которые Он творил после Своего воскресения. Ибо евангелист прибавляет, сотворил предучениками Своими. Чудеса же до страданий Господь творил не предучениками, а пред всеми. Посему евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении. Ибо, обращаясь с одними только учениками в течение сорока дней, Он представлял доказательство воскресения. Как до страдания Он творил чудеса в подтверждение, что Он Сын Божий, так по воскресении Он совершал чудеса предучениками в подтверждение, что Он Сын человеческий. То есть носит тело, хотя и нетленные, и боговиднейшие, и уже не подлежащие законам плотским. Итак, из многих чудес, совершенных по воскресении, записаны одни только эти. И то не из хвастовства, или и для приложения славы единородному, но, говорит, для того, дабы вы уверовали. И какая в том польза, и к кому относится? Не ко Христу, ибо какая польза Ему от нашей веры? Но она нам самим служит. И веруя, говорит, жизнь имели бы во имя Его. Ибо веруя, что Он воскрес и жив, мы приготовляем сами себе жизнь, ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что Он мертв, а не воскрес и не жив, тот Сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель. Слушая об этом, вы, может быть, воспламенились и назвали блаженными тех, которые обращались с Ним, равно как и тех, которые будут в общении с Ним в день общего воскресения. Употребим же все меры к тому, чтобы узреть Его чудное лице. Если теперь, когда только слышим об этом, мы так воспламеняемся и желали бы жить в те дни, когда и Он жил на земле, слышать Его голос, видеть лице, приходить к Нему, касаться Его и служить Ему, то подумай, что значит видеть Его, когда Он уже не в смертном теле, и действует не по-человечески, но дореносится ангелами, то есть носится на копьях, от греческого дорос, был обычай победивших военачальников нести особым образом с помощью копий для прославления. Когда и мы сами будем в бессмертном теле и, созерцая Его, будем наслаждаться и прочим блаженством, превосходящим всякое слово. Поэтому-то, умоляю вас, будем всячески стараться о том, чтобы не лишиться такой славы. И в этом нет ничего трудного, если только мы захотим, ничего тягостного, если будем внимательны. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. Что же значит терпим? Если будем переносить скорби, гонения, если будем идти тесным путем. Тесный путь сам по себе труден, но от нашей решимости и надежды на будущее делается легким. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном переизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 17 и 18. И так возведем очи наши на небо и будем постоянно представлять и созерцать тамошнее. Если мы всегда будем иметь это в мыслях, то и здешние удовольствия не будут для нас привлекательны, и горести не будут тягостны. И над этим, и над подобным мы будем смеяться, и уже ничто не в состоянии будет ни поработить, ни надмить нас. Если только мы желанием своим устремимся туда и будем взирать на ту любовь, и что я говорю, не будем скорбеть при настоящих бедствиях, мы не будем даже замечать их, таково уже свойство любви. Кого мы любим, и кто находится не вместе с нами, но вдали от нас, того-то именно мы и представляем себе каждый день. Велика поистине сила любви. Она устраняет душу от всего и привязывает к любимому предмету. Если мы так возлюбим Христа, то все здешнее будет казаться нам тенью, все только призраком и сном. Тогда и мы скажем, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, послание к римлянам, глава 8, стих 35, не сказал имущество, богатство, красота, так как все это крайне ничтожно и презренно, но указал на то, что почитается тяжким, на голод, гонение, смерть. Он и это презрел, как ничего не значащее, а мы из-за денег разлучаемся с нашою жизнью и устраняемся от света. Павел предпочитает любовь к нему и смерти, и жизни, и настоящему, и будущему, и всякой вообще твари, а мы лишь только увидим немного золота, тотчас воспламеняемся и попираем законы Христовы. Если неприятно слышать об этом, то тем менее надо б натерпеть это на деле. Но в том-то и беда, что мы, когда слышим это, ужасаемся, а когда делаем, не ужасаемся. Напротив, мы и легкомысленно клянемся, и приступаем клятвы, и хищничаем, и требуем лихвенных процентов, и не родим оцеломудрии, и оставляем прилежную молитву, и приступаем большую часть заповедей, и ради денег, не обращаем никакого внимания на своих собратьев. Да, кто пристрастен к богатству, тот причиняет тысячу зол ближнему, а вместе с ним и себе самому. Он легко раздражается, поносит, называет уродом, клянется, приступает к клятву и не соблюдает даже и того, что предписывает ветхозаветный закон. Кто любит богатство, тот не будет любить даже ближнего. А между тем нам заповедано ради царствия любить самих врагов. И если мы, исполняя древние заповеди, не можем достигнуть Царства Небесного, если праведность наша не превзойдет тех, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20, то, приступая и их, как получим оправдание? Пристрастный богатству не только не станет любить врагов, но и на самих друзей и будет смотреть, как на врагов. Четвертое. Да что я говорю о друзьях? Пристрастный их богатству часто не признает самой природы. Такой человек ни родства не знает, ни знакомства не помнит, ни возраста не почитает, никого не имеет другом, но ко всем проявляет враждебное расположение больше же всех к самому себе. Не потому только, что губит душу свою, но и потому, что обременяет себя бесчисленными заботами, трудами, печалями. Он решается на путешествия, подвергается неприятностям, опасностям, козням и всему подобному, лишь бы только иметь у себя корень зол и насчитать много золота. Что может быть ужаснее такой болезни? Человек, одержимый ею, отказывается и от роскоши, и от всякого удовольствия, из-за которых так много грешат люди, и лишает себя славы и чести. Любящий богатство всех подозревает и имеет множество обвинителей, завистников, клеветников и злоумышленников. Те, которые обижены им, ненавидят его, потому что потерпели от него зло. Те, которые еще ничего не потерпели, вооружаются против него из опасения потерпеть и из соболезнования к потерпевшим. А, наконец, и люди великие и могущественные, частью по негодованию на него и сострадания к низшим, а частью и по зависти, также становятся его врагами и ненавидят его. Но что я говорю о людях? Против кого сам Бог вооружен? Какая остается тому надежда? Какое утешение? Какая отрада? Пристрастный к богатству никогда не будет в состоянии пользоваться им. Он будет рабом и стражем его, но не господином. Стараясь всегда увеличить, он никогда не захочет тратить его, но будет изнурять себя, будет беднее всех нищих, потому что никогда не удовлетворит своей страсти. А ведь деньги существуют не для того, чтобы беречь их, но для того, чтобы ими пользоваться. Если же мы станем зарывать их от других, то может ли быть, что жалче нас, когда мы всюду бегаем и стараемся все захватить, чтобы запереть у себя в дому и изъять из общего употребления. Есть, впрочем, и другой недуг, не меньше этого. Одни зарывают деньги в землю, а другие расточают для чрева, на роскоши пьянства. И таким образом, вместе с наказанием за неправду, навлекают на себя наказание за сластолюбие. Одни употребляют их над тунеядцев и льстецов, другие на игру и блудниц, а третьи на другие подобные надобности и таким образом пролагают себе бесчисленные пути, ведущие в гиену, и оставляют прямой и законный путь, ведущий к небу, между тем, как этот путь не только доставляет выгоду, но и приятнее тех путей. Кто дает блудницам, тот делается смешным и зазорным. Он будет иметь много ссор, а удовольствие краткое. Лучше же сказать, даже и краткого не получит. Сколько бы ни давал он отверженным женщинам, они ничуть не будут благодарны ему. Чужой дом, просверленный сосуд Книга притчи Соломонова, глава 23, стих 27 Притом же этот род бесстыден, и Соломон, любовь такой женщины, уподобил аду. Она тогда только успокаивается, когда увидит своего любовника ничего уже не имеющим. Лучше же сказать, она и тогда не успокаивается, но еще больше величается, попирает лежащего, предает его великому осмеянию и столько делает ему зла, что и описать нельзя. Не таково удовольствие спасаемо. Здесь никто не имеет соперника в любви, но все радуются и веселятся, как те, которые благоденствуют, так и те, которые смотрят на них. Ни гнев, ни печаль, ни стыд, ни поношение не смущают души такого человека. Напротив, там великое спокойствие совести и великая надежда на будущее, светлая слава и великая честь, полное благоволение Божие и безопасность. Нет там ни единого утеса и никакой опасности. Напротив, недоступное для волн пристанище и тишина. Представляя себе все это и сравнивая одно удовольствие с другим, изберем для себя лучшее, чтобы сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.